Итак, на этом этапе у нас есть компонент с динамическим параметром маршрута. Мы его назвали ID. И сейчас нам нужно при сборке нашего проекта, чтобы подтягивались нужные данные с бургерами, и потом на базе ID-шников вот этих бургеров нужно создавать URL-адрес или маршрут для каждого бургера. Плюс к этому мы также должны будем создавать статическую страницу для каждого бургера, и каждая статическая HTML-страница должна заполняться информацией о каждом бургере на основании его ID. То есть еще раз мы должны сказать Nexto, какие маршруты и страницы должны быть созданы при сборке, и дать Nexto данные, которые для этого понадобятся. И для этой задачи есть еще одна специальная функция, которую предоставляет нам Next.js. Она называется GetStaticPaths, которая также запускается во время сборки проекта. И внутри этой функции мы будем возвращать URL-параметры для каждого бургера. Еще раз, параметр в нашем случае это ID. Давайте мы вот здесь вот выше эту функцию создадим. Мы скажем ExportConstGet, называется StaticPaths. Paths переводится как пути или маршруты. равняется, это у нас асинхронная функция. И первое, что нам нужно здесь сделать, это подтянуть наши данные о бургерах из нашего API. Давайте просто скопируем то, как мы это делаем, из нашего компонента, из файла Index.js. Так. То есть мы, значит, используем метод Fetch, получаем наши бургеры и получаем, преобразуем их уже в данные. Здесь мы просто говорим, что мы получаем данные в формате JSON. Отлично. То есть в переменной Data находится массив с нашими бургерами. И основная задача функции GetStaticPaths – это для каждого бургера возвратить объект, внутри которого будет находиться URL-параметр в нужном нам виде. Для этого используется специальное свойство, которое называется Paths, переводится как пути или маршруты. И будет это выглядеть следующим образом. То есть вот здесь вот ниже мы будем возвращать следующую структуру. Значит, у нас будет это объект, вот это вот специальное свойство Paths, двоеточие. И здесь у нас будет массив, грубо говоря, который будет соответствовать нашим бургерам. И для каждого объекта, то есть, соответственно, для каждого бургера мы будем возвращать вот такое специальное свойство Params. И это у нас объект, внутри которого будет прописан ID-шник каждого бургера. Соответственно, например, ID-123, да, это у нас, например, первый бургер. Для второго бургера будет то же самое, будет Params ID, например, 222 и так далее. То есть нам нужно сформировать вот этот вот массив из объектов с параметрами для каждого бургера. Соответственно, мы это можем сделать с помощью метода Map. Мы можем создать переменную, например, назовем ее Paths, равняется. И здесь мы скажем, значит, data.map. Внутри мы будем получать каждый конкретный бургер. И для каждого бургера мы должны возвращать вот эту вот структуру. Мы должны сказать Params, двоеточие, ID, двоеточие, burger.id. Так, то есть мы получили наши маршруты, и теперь мы должны их возвратить. Соответственно, то, что мы здесь возвращаем, будет выглядеть так. Paths, наша переменная Paths. Но согласно стандарту ES6 мы можем записать это короче. Вот так вот. И также важный момент. Здесь тоже нам требуется возвратить специальное свойство. Оно называется Fallback. Двоеточие. Это требуется для того, чтобы, если пользователь перейдет по адресу, по маршруту, которого не существует, то есть для которого не была создана статическая страница, чтобы для него отображалась страница 404. Нажимаем Save. И теперь при сборке проекта Next будет брать вот это вот свойство Paths и на основании вот этого свойства создавать маршруты, используя параметр ID для каждого бургера. Соответственно, дальше уже для создания самой страницы будет использоваться вот этот вот компонент Details. И в следующем видео я покажу вам, как внутри этого компонента получить и отобразить информацию о каждом бургере на основании его ID. Увидимся с вами в следующем видео. Спасибо. Спасибо.